Сегодня у нас 28 июня 2017 года. Я это все сделал, только сейчас проводил. Новое послание поставил. Сегодня я 9 роликов поставил. Интересные отзывы. Один там отзывается с Украины. Игнатов Сергей. Я не встречал никого, чтобы так открыто говорили. Нелестеприятствовали. Начальники, начальники, говорим слово Божие. А вот я встретил такого человека, он меня показывает. А другой, который меня давно знает, уже 30 лет, Михаил Гордеев говорит, подожди, ты еще разочаруешься. Надо взорвать на кончину их. И вдруг выходит Фроликов Роман Николаевич и ему отвечает. Все бы так делали, как ты говоришь. А кто бы за постом сказал? Нет, я постом подражать не могу. Жду, когда помрет, тогда буду смотреть. Ждали бы, а потом памятники строили. Так ответил шикарно. Я даже не ожидал. Фроликов этот, Фроликов, приезжал здесь и был дня 3-4, а работать не хотел, его мы выпроводили отсюда сразу. А нам зачем? Который не работает. Я о чем говорю, просто запоминай. Никуда глаза не оборачивай. Продолжайте занятия. Ну и остальные, этот просит прощения. Константин Королев, которого родственники приезжают. У меня написано 27-й. Я не сообразил, что сутки летит. Сутки самолет летится с Канадыца. Получается 28-го. Теперь, и главное не раньше, не позже. Вот каждый год, как и не только ехать. Погода жаркая, жаркая. Вот мне 10-го июня, в потерях приехать дождь обязательно. И сегодня, вчера какая погода была, а сегодня дождь. А у него одна ведущая, Сергей, проедет он еще или нет? Вот надо, а он еще их не встретил. Так что занятия давайте, видите, занятия. Он должен встретить уже, в 6 часов они прилетают. Ну ладно, все, во славу Божию. А где Никита? Никита ушел по делам своим. А какие у него дела? Ну не знаю, какие у него там могут быть дела. Ну какие дела в дождь, в потеряевке, когда Никита... У него хозяйство, одна курочка беспризорная, петушок и тот сдох. Голубей забрал. У него хозяйство, одна курочка, один Никита. И он занимается своими делами. А какие дела-то? Там убирают, пришли люди. Во дворе не работать, я не понимаю эти слова. Я бы сейчас занимался дома, так я кошек накормил. То другое там. Тема нашей занятий. Сейчас вот каждое утро касаемся. Не знают ни содержания Библии, ни заповедей вообще не знают. То есть в порядок их исследования. Ну да. И хотя бы вот я решил, чтобы они хотя бы Новый Завет немножко узнали по порядку. Где какая за книга идет перечисление. Понятно. И найти сразу нужную книгу, чтобы они знали это. Стёпа коснулся, Стёпа вообще тоже ничего не знает. Ни заповеди, ничего. Сидит, рисует в наглую плиту. Неужели никто не знает? Фрося очень раньше хорошо знал все 10 заповедей на язык. А сейчас уже тоже спотыкается. Ну, повторить. Дома не повторяет. И вот от этого вот исходит. Давайте. Двоечники. Вперед. Валерий говорит, нами вообще не занимается дома. То есть родители не занимаются. Ну как, в Рождество же занимаются. Подарки дают им. На Пасху яичком крашеным полбу стукнут. Кто разобьет. Ну давайте. Послушаем. Все записывайте. Евангелистов мы записали. Стёпа, ты записал Евангелистов? Деяния книгу записали. Якова записали послание. Первое Петра. Второе Петра. То есть записывать, чтобы это по порядку книги не было. Давайте. Сегодня целый день можем занятия вести и кино смотреть. Первое Яна, второе Яна, третье Яна. Записали? Стёпа записывать? Нет. Книгу Деяния записал. Якова записал. Якова. С большим буквами. Давай, Марина, заголовок пиши и на кухне. Да, да. А то наша паста-то перемрет голоду тут. Записал. Первое Петра, второе Петра. Яна, первое. Второе Яна. Да, первое, третье Ян. Иуды. Записано следующее. Послание Иуды. Иуды. Послание Иуды. Тарас, ты записываешь или рисуешь? Я записываю. Степа. Послание Иуды Искариотов? Нет, не Искариотов. Искариотов, который предал Господь. Откуда у него послание? Который повешен. Записываем дальше. Послание Римлян. Это уже идут перечисления апостола Павла. Запишите. Апостол Павел. Послание Римлян. Римлян. Все с большой буквы записывается. Записала, Вика? Вика, сеть прямо так. Она называется Римлян. Записала? Римлян. Сколько она вызывает книг? 27. Записывайте дальше. Я записал? Римлян. Первое Коринфянам. Цифра 1. Коринфянам. Коринфянам. Фе. Коринфянам. После Фе Лья идет. Коринфянам. Фянам. Записывайте. Обязательно записывайте. Первое Коринфянам. Потом записываем второе Коринфянам. Цифра 2. Второе Коринфянам. С собой у тебя? Да, у меня есть мама. А где он? Там. Ну а что там-то, наверное, чтоб с тобой было. Где? Воспоминание. 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 Вы царите 1-й кринии 2-й кринии? Воспоминание. Записан. Галата. Га-ла-та. После 2-й крифену идет Галатан. ГалАтан. Записал? 1-й крифен, 2-й крифен, 2-й крифен. Я Халимфинам записал, это цифра 2 пишется, а потом Халимфинам. Халимфинам запиши. Халимфинам. Галатан пишет. Галатан пишет. Галатан пишет. А еще зелени у нас нету? Зелени нету? Вот заканчивается. А зелень есть, есть ваша. А ту, которую делали, что съели, все? Нет, еще есть немножко. Еще есть, ну ладно. Вы на ночь как, вот так вот оставляли хлеб? Да. Вот смотрите как, посмотрите вот сюда, подойдите. Женское неразумие. Женщина вообще короткий ум у ней. Вот это лучшая среда для мышки бегать вот здесь. И она вплотную здесь какая-то. Вы могли отодвинуть в сторонку дальше? А у нас вон там стоял, это сейчас пододвинули мы. Ага, это дело другое. И всем надо было чем-то накрыть. Полотенчиками накрыты были. Чем? Полотенчиками. Это самая среда для мышки. Да? Полотенцем. Накрывать не полотенцем надо, а тем, что она не может прогникнуть туда. Ага. Она полотенцем накрыла. Но мышка-то только может молиться за тебя, и столько бы она не уезжала, еще хлеба нам оставила. Ага. Чем накрывать? Такой же вот большой. Таз. Таз. Большой тазом. В чем-то, как-то, посмотрите. Ну, такое, что она не могла прогрызть. Хорошо. Окошко этого не видит. Вот смотрите, даже, вон, она готова. И открытая с той стороны, видите, как крышка приоткрытая. А зачем она приоткрытая? Там посуда лежит. Да вам зачем? По посуде мышь будет лазить. Она постоянно мощится. И вы даже знать не будете. Сейчас мы закроем. Еще она открытая? А у нас посуда лежит. Да по посуде еще мышь. Она для мышей, что ли? Ну, просто это не брежность. Убери оттуда с крышки все. Там надо все сложить. С крышки все убери, чтобы видно было. И закрой плотно. И туда весь хлеб бы сложили и закрыли крышкой. Вот у нас есть еще. Ну, у вас сколько таких баков? Пустой? Пустой. А это вы открыли. Да. Вот это открыто. А тут стоит большая посудина. Вот она внизу. И вы ее не воспользовались. Ну, это женщины. Вам нужно... Ну, а сказали же, что как бы в тазике, чтобы там... Ну, в общем так. С мышами ешьте. Ответа никакого дать не могу. Хорошо. Что тут непонятно? Мыши скормили. Она любит халву и все остальное. Поэтому даже близко ничего не оставлять, где бы она могла взять. Хорошо. Так, загрузите левия, чтобы была занята все время. Да, да. Она помогает. Или на занятия отпустите ее. Пусть занимается. Или на занятия туда. Лучше. А что тут от места к месту шататься? А это нету? Рыжки-то? Рыжки нету. Рыжки совсем нету, да? Она утром, по-моему, пошла на улицу. Она всю ночь здесь была. Ну, понятно. Я попрошу тебя. Проверяю. Пустые баки стоят и открытый хлеб. Его на ночь надо плотно закрыть, чтобы мыши не попали. Они его оставляют открыто, а я его накрыла полотенцем. Она полотенцем от мышки спряталась. Ну, какое рассуждение? Это совсем нет. Ни одного дня человек на свете не жил. Мышка проникает везде абсолютно. Она маленькая, а закрытый бачок плотно у нас, крышка, она проникнуть не может. Если она полезна там, она не то, что много съест, она постоянно идёт и мощится через каждую минуту. И себе скреп выбрасывать придётся или свиньям отдавать. Ну, нетрудно. Пройди. Показал, они это сделали. Ты что-то так доверяешься, или очень кроткий таким себе кажешься. Толку-то от вашей кротости. Когда на ваших глазах погибают люди, а вы никого не спасаете. Стоит у... Записали, а кто вы салатите. Нет, я ещё первый писал. Записывай. Первая, цифра 1. Фесс-Солнительница. Пиши, Ваня, тебе пригодится ты. Я уже написал. Я уже написал. Следующее. Первая, Тимофеев. Цифра 1. Тимофеев. 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 Тимофеев.